МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная программа Вести Кабардино-Балкария продолжает эфир телеканала Россия. В студии Арина Желясова. Здравствуйте. Главные темы выпуска. Открытые границы, двойное гражданство и беспрепятственное посещение исторической родины. Я надеюсь, что лет через 10-20 эти вопросы будут сами по себе решаться, даже без каких-то напряжений. Итоги встречи делегации черкесской диаспоры с главой КБР. Прохладненский Кавказ-Кабель берет новые вершины. Уникальная продукция теперь соответствует международным стандартам. Путь в ВТО открыт. Неанатолог, сурдолог, андролог. Быть или не быть врачом узкой специализации. Какой выход предлагают в Минздраве КБР. Режим контртеррористической операции, введенный в 8 утра среды на части территории Баксанского района республики, снят накануне в 20.00, сообщает оперативный штаб в КБР. Напомним, режим КТО действовал локально в отдельных районах сел Исламии и Дугулубгей в связи с поиском участников банд подполья, обстрелявших в ночь на среду полицейского в Исламии. Двигация черкесской диаспоры из Турции, Иордании и Сирии прибыла на историческую родину. Молодых бизнесменов, политиков и общественных деятелей уже принял глава республики Арсен Коноков. На какие вопросы были получены ответы, знает наш специальный корреспондент Альберт Корцаев. Обучение студентов из черкесских диаспор, проживание сирийских беженцев в Кабардино-Балкарии и вопрос упрощения процедуры получения виз. Вот, пожалуй, основные темы, вокруг которых и шел разговор между делегатами и главой Кабардино-Балкарии. Летний отдых и обучение в республике детей из черкесских диаспор, Сирии, Турции и Иордании уже стало традицией, отметил Арсен Коноков. У нас очень активно идет взаимодействие по линии общественных организаций. Это взаимодействие Международная черкесская ассоциация, АДГХАСа. И эти общественные организации активно взаимодействуют во всех странах, в которых проживает наша диаспора. После короткой протокольной части Арсен Коноков сам предложил неформальную беседу. В основном всех интересовала помощь сирийским беженцам. На сегодняшний день их в республике 450. Больше не позволяют квоты. Все они временно размещены в санаториях. Но вскоре при помощи бизнес-сообщества будет решен и вопрос с жильем. В беде не оставить никого. Другой вопрос – упрощение визового режима. Первая просьба – отдавать визы нашим согражданам, которые находятся за рубежом, без требований приглашений и другой бюрократической проволочки. Вопрос слободневный, но решаться он должен только в рамках мирового права, отметил представитель Россотрудничества Леонид Ежов. Зимой этого года правительство Кабардино-Балкарии заключило договор с Федеральным агентством по делам соотечественниками, согласно которому многие процедуры приезда и пребывания зарубежных диаспор, проживающих за рубежом, были упрощены. Решение вопроса с визами еще впереди. Это обоюдно должно быть подписано соглашение между двумя странами. После того, как реферстиция на парламент и подписывая президент, тогда, конечно, вопрос с визами снимается. На данный момент, по-моему, у нас в Турецкой республике нет визовых ограничений, нет специальных приглашений, они требуются, они спокойно могут посещать нашу страну. Прочная правовая база для сохранения и развития связи с отечественниками, проживающими за рубежом, в республике уже есть. А остальные вопросы будут сняты со временем. Я надеюсь, что лет через 10-20 эти вопросы будут сами по себе решаться, даже без каких-то напряжений. Конечно, мы хотим сразу сегодня все вопросы решить, чтобы границы были открыты, чтобы можно было двойное гражданство иметь, чтобы можно было на историческую родину ездить. Но это надо немножко выждать и шаг за шагом двигаться, не торопясь вперед. Сразу после встречи с главой республики гости отправились в Национальный музей. Там началось их первое знакомство с историей родного края. Альберт Скорцаев, Асламур Захандоха, Вести Кабардино-Балкария. О других событиях. Крупнейшее многопрофильное предприятие региона. Кавказ Кабель занялось разработкой уникальных видов кабеля. Напомню, прохладненское предприятие является членом ассоциации электрокабель, а теперь еще и получилось заключение о соответствии продукции стандартам международным. О тонкостях работы на уникальном оборудовании наш специальный корреспондент Сафар Гириев. На первое место в России и СНГ по выпуску кабелей для нефтяных электронасосов завод вышел уже давно. А теперь ведущий аудитор из Нидерландов дал заключение. Качество продукции предприятия соответствует требованиям международного стандарта. Так что прохладненскому Кавказкабелю путь в ВТО открыт. Успех на предприятии связывает с новыми разработками, внедренными в производство. К выпуску нефтепогружного кабеля с повышенной защитой от радиации прохладяне приступили совсем недавно. Но отечественный нефтяной комплекс продукция уже заинтересовала. Не отстает и Росатом. Предприятию выдан госсертификат соответствия на изготовление проводов для атомных станций. Если в конце первого квартала была тенденция к спаду привлекаемых заявок у нас, у нас заявок было только-только, чтобы выполнить прогнозные показатели, то сейчас мы сумели и ценовой политикой, и всякими маркетинговыми ходами привлечь наших потребителей к нам. И мы обеспечены заявками уже весь сентябрь и где-то загружена одна треть октября. В настоящее время завершен монтаж современного немецкого оборудования по производству кабельного пластиката. Проведены пусконаладочные работы. Это позволит использовать более дешевое сырье для производства кабелей. Техническая реконструкция производства помогла увеличить объемы реализации продукции до 3,5 миллиарда рублей. Сейчас идет усиленная работа над новинками. Вот это уникальная линия швейцарского производства, предназначенная для того, чтобы накладывать трехслойную пероксидную, скажем, полиэтиленовую изоляцию на токопроводящую жилу силовым напряжением аж 10 кВт. Это для кабельной промышленности тоже своего рода ноу-хау. Оборудование уникальное, работать на нем непросто. Кабельщикам пришлось пройти обучение за рубежом на фирме-производителе. Кабель силовой. От 6 до 20 кВт мы изготавливаем кабель различных сечений, начиная от 70 квадратов, окончая 500-800 квадратов, и метеоалюминий. В основном пока внутренний рынок, но надеемся на дальнейшее развитие рынка. На сегодня завод выпускает более 300 наименований изделий. В ближайших планах производство нано-композитного пластиката с пониженным газовыделением и горючестью. Работы над ним идут совместно с Кабардино-Балкарским госуниверситетом. Такой кабель позволит без сбоев работать с системой электротепно-снабжения и пожаротушения при чрезвычайных ситуациях природного и техновенного характера. В 2013 году запустят серийное производство нового вида экологически чистого силового кабеля. Он при горении не выделяет вредных угарных газов. А это тысячи спасенных жизней. Кабардино-Балкария вошла в перечень территорий, где будет реализован план Федерального министерства труда и соцзащиты по улучшению ситуации на рынке труда. Помимо КБР в этом списке еще 15 регионов. Это те субъекты страны, где уровень безработицы превышает общий российский показатель более чем в полтора раза. На трудоустройство граждан, проживающих на этих территориях, в текущем году будет выделено свыше полутора миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Особое внимание предполагается уделить инвалидам и многодетным родителям. Уже действующие программы позволили обеспечить занятость более чем 10 тысячам человек. Тем временем прокуратура Рискентского района выявила нарушение антимонопольного законодательства. Проверкой установлено, что водоснабжающие организации муниципалитета принимали платежи за оказанные услуги только в своих собственных кассах. Таким образом, сообщает официальный сайт надзорного ведомства, граждан лишили права выбора кредитной организации и удобного способа расчетов за услуги ЖКХ. А кредитной организации возможности оказывать такие услуги. По результатам проверки руководителям водоснабжающих предприятий внесены представления об устранении нарушений антимонопольного законодательства. Продолжаем выпуск. Сегодня деканат медицинского факультета КБГУ встречался с первокурсниками. Перед вчерашними абитуриентами вопрос специализации пока не стоит. И все же тема в разговоре прозвучала. Проблему нехватки узких специалистов в здравоохранении предстоит решать в том числе и педсоставу медицинского факультета. Какие меры помогут восполнить кадровый дефицит, знает Наталья Булат. На встречу с деканом медицинского факультета КБГУ бывшие выпускники школ впервые пришли в статусе студентов, пока только первокурсников. С вопросом, куда пойти учиться, они определились, но кем быть им предстоит решить гораздо позже. У меня мама-доктор, всегда находился у нее на работе, и мне нравилась эта профессия. А кем планируешь быть? Я еще окончательно не выбрал. У меня есть еще время выбрать, но я в хирургию хочу пойти. Думаю, что я больше стоматолог, мечтаю об ортопедии, но пока не знаю, как получится. Шесть лет обучения в ВУЗе только первая ступень. Медфак выпускает врачей общего профиля. Потратить еще три года минимум на пост дипломное образование желают не все, но и из них более 80% студентов ординатуру проходят в лечебных учреждениях за пределами Кабардино-Балкарии. Как правило, там и остаются, тогда как в самой республике не хватает врачей. Так называемых узких специальностей как минимум по 10 направлениям. Тот имеющийся дефицит, который сейчас наметился в системе здравоохранения, он нуждается в коридоре только через систему после дипломной подготовки. И для решения такого сложного вопроса, как закрытие дефицитных направлений, необходимы меры социальной защиты, социальной поддержки тех специалистов, которых нуждается настоящая республика. Программа модернизации здравоохранения на подготовку специалистов предусмотрена свыше 4,5 миллионов рублей на повышение квалификации. В ведущие вузы России направлены более 60 человек. Но здесь, в Минздраве, столкнулись с совсем иной проблемой оставить семью и работу на 3-4 месяца готов не каждый врач. Говорят, видимо, не все понимают, что размер зарплаты напрямую зависит от уровня квалификации. Если раньше, допустим, мы могли ориентироваться на то, что больница заработает порядка 7 тысяч за 10-дневное пребывание пациента в стационаре, то при лечении по стандартам эта цифра увеличивается как минимум в два раза, соответственно, в общем-то, за каждого пациента и можно получить более высокую доплату и заработную платить. А уж там, где речь идет о высокотехнологичных методах лечения, вот эта разница, она может в десятки раз возрастать. Еще одна надежда остановить отток врачей за пределы республики – «Храмоземский доктор». До конца года доплаты в миллион рублей получат 70 человек. Это рассчитывают в министерстве, поможет решить проблему кадров и в сельской местности. Наталья Булат, Адмир Сабанчиев, Вести, Кабардино-Балкария. По инициативе нашей телекомпании и Министерства культуры КБР объявлен фотоконкурс «07-е чудо России». Голосование за понравившиеся работы на нашем сайте вести.кбр.ру еще продолжается. Напомню, фотоконкурс приурочен к празднованию 455-летия вхождения Кабардино-Балкарии в состав России. Мы продолжаем представлять его участников. Пожалуй, лидирует по количеству работ в рейтинге предложенных тем горные пейзажи. К примеру, 11-летняя нальчанка Алина Богатырева запечатлела соприкосновение неба с землей. При Эльбрусе не раз становилось объектом вдохновения конкурсантов. Вот и Аслана Фаунов. Будто в продолжении темы на суд жюри предлагает сразу несколько работ. Горы в контрастном черно-белом разрешении открывают зрителю свои новые грани. А вот технолога-кондитера Алену Бородаеву на участие в конкурсе вдохновила мощь и красота наших рек. 18-летняя прохладянка Екатерина Амельченко в будущем себя видит профессиональным фотографом. Центр композиции ее работ «Человек» на фоне родных пейзажей. А ее тезка, школьница Екатерина Болотина, решила сыграть и на том, что природа прекрасна в любое время суток. А Тажукинский сад и Нордкалинский парк, снятые днем и на закате, тому подтверждение. На этом у меня пока все. Новая информация уже в 17 часов 30 минут. Наш сайт в интернете вестикбр.ру. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»